Меня зовут Александра Вальчук, я художник из города Одессы. Мы находимся в музее имени Блющунова. Здесь сейчас проходит моя персональная выставка, гравюр. И на ней представлены гравюры в технике сухой иглы, мецетинта и высокой печати. И именно сегодня мы с вами проведем небольшой мастер-класс по технике высокой печати. Что это такое и как получается сама картинка. Возьмем вот такую гравюру. Она вырезана на ПВХ. Что такое ПВХ? Это пористый пластик. Очень удобный материал, потому что он одновременно и прочный, и мягкий. На нем легко резать изображение. Обычное изображение на гравюру в технике высокой печати накатывается вот таким резиновым валиком. Но поскольку я понимаю, что далеко не у каждого из вас дома есть подобный валик, мы будем обходиться просто кисточками. Опять-таки чаще всего используют для печати краска специальная. Так она и называется типографская, или афортная, или печатная. Я лично печатаю мысленной краской. Мы будем стараться сделать все более проще, максимально приблизить к домашним условиям. Поэтому возьмем обычную гуашь. Возможно, даже которая есть у каждого ребенка. Поскольку гуашь быстро застывает, нужна краска, которая не сохнет быстро. Для этого я, например, добавляю глицерин в краску. Например, возьмем вот синий цвет. И на палитре сделаем замес. Почему на палитре, а не сразу из баночки? Потому что нужно почувствовать, какой густоты краска. Если она очень жидкая, она растечется с поверхности нашей гравюры. Если густая, она быстро засохнет, и мы не успеем сделать хороший отпечаток. Ну и глицерина буквально несколько капель. Много тоже не стоит, потому что он будет сохнуть очень долго. Берем плоскую кисть. Я пользуюсь синтетикой, как правило, потому что она более практичная. И покрываем равномерно изображение. Видите, сейчас краска начала скатываться. Это означает, что сам пластик жирный. Что сделать для того, чтобы этого избежать? Мы все изображение смачиваем. Потом возьмем салфетку или тряпочку, кому что удобно. Ну и как бы протираем все, промываем. Нужно смотреть, чтобы катышки от бумаги не оставались на изображении. Потому что это потом помешает сделать красивую печаль. Ну вот, видите, уже как краска ложится равномерно. Кисточку я держу практически параллельно плоскости, чтобы стараться не забивать краску ниже рельефа выступающего. Когда вся поверхность равномерно покрыта краской, можно приступать к печати. Для печати подходит любая бумага. Это, например, самый обыкновенный тонкий ватман. Самое главное, чтобы бумага не была очень тонкой, так как при перенесении изображения можно ее прорвать в некоторых местах. Формат листа уже зависит от того, что вы хотите дальше делать со своей картинкой. Это будет просто открытка, либо картинка в рамку на стенку. Или если вы делаете серьезное художественное произведение, тогда полей, то есть паспорту, поле для изображения должно быть больше. Мы берем лист практически по размеру. Краска у нас, конечно, уже немножко подсохла, несмотря на то, что мы добавляли глицерин. Но поскольку это водорастворимая гуашь, мы ее сейчас снова сделаем мокрой. Кладем доску. И не забывайте, кстати, при создании изображения, что отпечаток получится в зеркальном отражении. И если это какие-то надписи особенно, нужно помнить, что нужно вырезать надпись в зеркальном отражении. Я стараюсь ровненько положить лист на доску. Обычно для печати таких изображений используется специальный пресс, но он есть в печатных мастерских. У нас его здесь нет. Либо переплетная косточка, такая деревянная палочка, по типу похожа, ну действительно, на форму ребра больше всего. Либо обычная деревянная ложка, либо в нашем случае домашняя металлическая чайная ложечка. С помощью нее мы сделаем оттиск. Сейчас я одной рукой прижимаю лист. Для чего? Для того, чтобы при движении ложкой наш лист не изменил позицию и не размазал изображение. И начинаю давить, обнаруживая контуры рисунка. Судя по продавленным контурам, весь рисунок перенесся. Мы сейчас, опять-таки придерживая лист, поднимем краешек и посмотрим, равномерно или нет. Ну вот, не очень равномерно. Если нас это не удовлетворяет, не отпуская лист, опять-таки, мы придерживаем и можем кисточкой снова подкрасить эту плоскость гравюры и снова отпечатать. Но лично мне такой эффект нравится, поэтому я снимаю. Вот получился у нас такой парусник. Таким же образом мы сейчас сделаем птичку. Видите, это бумага ручной работы со всякими веточками, травинками, цветочками. Она достаточно тонкая. Мы с вами сравним, как получается изображение на плотной госзнаковской бумаге и как на тонкой самодельной. Поскольку мы начали мастер-класс задом наперед, то есть начали печатать готовые изображения, я думаю, что стоит показать, как вырезается гравюра. Для этого мы возьмем кусочек пластика пористого и приступим к созданию работы. Обычно такую доску с помощью степлера я фиксирую к планшету, потому что, когда работаешь резцом, идет усилие по направлению к доске, и она может ходить по столу. Это не очень удобно. Желательно, чтобы она была все-таки зафиксирована. Мы сделаем такую декоративную картинку, открытку. Наверное, любимая всем тема – это сердечко. Нарисуем это легко и просто, чтобы каждый из вас, желающий, мог себе такое сделать. Резцы. Они совершенно разные. Опять-таки, каждый мастер выбирает резец, который ему удобно. Вот этот, самый отдельный, был купленный на привозе у нас где-то в рядах. Вот это итальянские, купленные в магазинах в Петербурге. Это английские у нас в констоварах в Одессе можно найти. То есть абсолютно разные. И я вам скажу, что производство одесских мастеров особо не отличается от английских. Даже лучше, мне нравятся, они более красивые. Я беру самый тоненький резец и вырезаю наше изображение по контуру. В этот момент резец лежит в ладошке, указательным пальцем направляется на тон и указательный. Левой рукой я держу доску, чтобы она не смещалась, либо наоборот смещалась в нужную мне сторону. И фиксирую ее положение. Желательно, чтобы вы резали не по направлению к противоположной руке. Вот так, как у меня сейчас стоят руки. Потому что если вдруг резец может соскочить, вы можете поранить, порезать себе руку. Вот, это неприятно. Если немножко не по контуру, не по краю, вы там не попали, не совпали, это не беда, потому что рисунок несложный. Вам здесь не нужна какая-то фотографическая точность. Вот я обрезала контур мелким резцом. Теперь делаю то же самое более крупным. В чем сейчас моя задача? Так это избавиться от лишнего поля. Так как я хочу, чтобы отпечаток был только сердечко. Соответственно, все лишнее нужно убрать. Изначально эта техника зародилась как резьба по дереву. То есть называется ксилография. Таким же образом изображение вырезается на дереве. Ну, там немножко другие инструменты, немножко другие эффекты. Дерево требует... Сама древесина требует специальной подготовки. Потом, в какой-то момент, когда появилось производство линолеума, линолеум был более-менее натуральным продуктом, не химическим. То есть там был каучук плюс древесные опилки. И вот такой состав давал очень удобную возможность работы, потому что он был мягкий, так же, как этот пластик, и одновременно прочный. Тогда появилось течение художников, можно сказать, целое поколение художников, которые начали резать на линолеуме. Тогда и появилась техника линогравюра. Сейчас у нас, к сожалению, такого линолеума нет. Он стал очень эластичным, очень резиновым. Поэтому есть альтернатива от такой пористой пластика. Купить его можно в строительных магазинах, либо в офисах, которые занимаются наружной рекламой, стендами рекламными. Если резцы затупились, перед работой их надо затачивать очень мелкой наждачкой. Вот эту технику высокой печати можно применять для украшения разных элементов вашего быта. Например, если взять краску по текстилю, можно создавать такие маленькие штампики, по типу, вот как у меня здесь есть, такие писанки. И можно делать отпечатки, например, на подушках, на салфетках. Можно делать какие-то изображения на футболках. Либо наоборот брать и делать отпечатки где-то на стене, на кухне, там разные значки. Вот, то есть все это можно применить для украшения своего пространства. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Но для начала, как я и говорила, обрежем лишние поля, чтобы они не мешали припечать. Бумага у нас есть нужного формата. Теперь снова берем краску. Как мы печатали птичку, будем печатать сердце. Первый отиск, который у вас получится, он будет пробным, для того, чтобы можно было его оценить и подумать, все ли вас устраивает в этой работе, либо надо что-то еще доделать, что-то вырезать, что-то поправить. Теперь прижимаю тщательно по краю всего рисунка сначала. Получилось вот такое стилизованное сердечко. Если его оформить в рамку, сделать какую-то подпись и, например, сделать целую серию, такое еще синее, фиолетовое или зеленое, какое вам нравится, получится интересный элемент для интерьера в спальне или в гостиную или еще куда-то. Сегодня вы немножко ближе познакомились с техникой печатной графики, а именно с высокой печатью. Я думаю, вы поняли, что здесь нет ничего сложного, кроме того, чтобы купить нужные инструменты. Так что пробуйте, начинайте, делайте красивые вещи, пусть не сложные, но все-таки интересные, любимые. И пусть они приносят удовольствие вам, радуя вас в вашем доме, либо вашим близким. Это же можно дарить кому-то на память, на праздники, на дни рождения. Просто интересная еще процедура, когда вырезаешь само изображение, ты сидишь, сосредотачиваешься, работаешь инструментом, чувствуешь себя очень спокойно, приятно, и все проблемы уходят куда-то на задний план. Особенно, когда получается хорошая работа, как-то становится очень радостно. Спасибо вам за внимание. Сегодня с вами была Александра Вальчук и провела для вас этот мастер-класс.